Певица, чью карьеру сломала Алла Пугачёва. Алла Пугачёва остаётся не только признанной Примадонной советской и российской эстрадой, но и самой известной женщиной страны уже не первые десятилетия. Понятно, что женщина с ангестным характером способна не только забраться на такой высокий педестал, но и годами находиться на нём, несмотря на поиски конкурентов. Алла Борисовна Пугачёва обладает не только сильными вокальными данными, но и железным характером и волей, что позволило взять эстраду под свой жёсткий, практически тот капитальный контроль. Много кто из начинающих певцов и певиц пострадали, будучи неугодными Пугачёвой по каким-то причинам. Давайте вспомним некоторых из них. Нежная Ольга Зарубина с лёгким звенящим голосом внезапно очень быстро завоевала любовь зрителей. На теплоходе музыка играет. Эта песня моментально стала шлягером, и её запела вся страна. Я до сих пор помню строчки из этой песни. Красивая, молодая, рыжеволосая певица начала обходить Пугачёву. По количеству славы и народной любви. Соответственно, Алла не смогла позволить, чтобы Зарубина и дальше присутствовала на сцене. Пугачёва, используя все методы, включая кознь и интриги, всё-таки не интриализовала конкурентку. И Ольга Зарубина, к сожалению, попала со сцены. Сношебательная, раскованная красотка 90-х Лика Стар, пославившаяся в песне «Одинокая луна», совершила непростительную ошибку. Она, уверенная в своей красоте и безнаказанности, закрутила шашню с зятем Пугачёвой Владимиром Пресняковым-младшим. На карьере Лики, конечно, единомоментно был поставлен в жизни крест, и певице даже пришлось уехать из России. Все газеты поливали её грязью, а любые концертные площадки и радио-эфир стали для неё недоступны. Яркая и яркая Маша Распутина не сделала лично Аллее Борисовне ничего плохого, но позволила себе не подчиняться пугачёвской мафии и не ловизать Примадонну, за что также поплатилась. Правда, в дальнейшем Пугачёва смелости волос, правда, неизвестно из-за чего. Либо совесть спаснулась, либо очень богатый муж Распутина нашёл до любые точки Пугачёва. И Маша не только вернулась на сцену, но и исполняла свой хит розочайно вместе с Филиппом Киркоровым.